Всем здарова ребятки, меня зовут Павел, это вторая серия прохождения Medieval Dynasty в 2022 году. За это время игра очень сильно изменилась, очень много нововведений разных, которые хочется пощупать, посмотреть, как это всё работает, как это реализовано. Локализация, конечно, немножечко страдает, но ничего страшного. В прошлый раз мы остановились, ну как в прошлой, в первой серии на том, что мы построили первый дом, выполнили первый элементарный квест, посмотрели что-то там, схемы какие появились. И я думаю, что хорошая идея сейчас будет, наверное, пройтись вот по этому квесту Выживший, да, установить ловушку для кроликов, сделать копьё. Давайте прямо сейчас вот, наверное, смастерить деревянное копьё. Ну что, нужно походить, побродить по деревушкам, посмотреть. Так, ножик сразу. Что нам стоит, какие у нас вообще варианты заманить первых жителей. Я думаю, построить вот рядышком второй дом. Сейчас я звук потише сделаю. Второй домик и сразу лесорубов нанять вот где-нибудь там. Я помню, там где-то был енот, кстати говоря. Ну-ка, ловушку смастерить. Где у нас мебель и декор. Ловушки. На кроликов. Ага. А вот где-нибудь здесь недалеко, прям поставим её. А сколько у неё зарядов? Так, 100% сейчас. Инвентарь. Оружие. Деревянное копьё. Наверное, деревянное копьё на первый слот. Топор на второй. Лопату на третий. И молоток на четвёртый. А каменный нож же нам не нужно в слот, да? Или нужно? Мы вообще что-то ножом можем делать? Ох, ничего себе. Мы можем им драться. А ну-ка, иди сюда, енот. Вот это в ту сторону он побежал. Ну-ка. О, прицел. Какой большой прицел. Вот он, вот он. А ну-ка. Блин, чтобы присесть, нужно удержать. Это нехорошо. Настройки. Управление. Тип приседания. Переключение. Принять. Так. Ту-дун-тун-ту-дун. Оп. Он агрессивный! Он агрессивный! Сейчас покусает. Здоровье. Блин, так неожиданно выскочила эта штука. Драки, падения или игнорирование негативных эффектов могут привести к потере здоровья. Ну, очевидно, понятно. Полная потеря здоровья ведет к смерти. Еще более очевидный факт. Для восстановления здоровья поспите в постели, пожуйте лечебных травок или выпейте зелье травников для лечения ран. Ну, ясно. В целом, ребята, если что, извините, формат прохождения для меня впервые вообще на канале. Это первое прохождение в принципе. Могу заикаться, путаться в словах, потому что есть моменты и переживания, и сбоев дыханий. Надеюсь, следующим сериям это все не справится. Буду делать дыхательную гимнастику. Так, закрываем. Опа! Ножом зарубил. Так, освежевать. Не магнитится, конечно. Чтобы было прям красиво. И я, кажется, потерял свое копье. Оно отобразится здесь? Я же его куда-то запулил. Или оно все еще... Ага, вот оно. Деревянное копье взять. А можно схватить? Блин, надо было посмотреть, что будет, если его схватить. Выжить в течение сезона и поговорить с Доброньегой. Так. Нам нужны наши первые деньги. И давайте я вот пойду по этой лесополосе вперед. Пособираю по пути вот так вот веточки. Дойдем до деревни и продадим всякое лишнее. Сморчки. Собираем сморчки. А я изначально знаю, что делают сморчки или нет. Вот инвентарь, пища, сморчок. А, он добавляет отравление. Это разновидность грибов. Он добывается весной в лесу. Можно употреблять или готовить в различных блюдах на кухне. То есть его нужно приготовить, прежде чем скушать. Подождите, а сейчас у нас какой сезон? Сейчас у нас весна. Так это нам нужно до лета что-то высадить. Как в прошлых версиях игры. Ладно, пойдем дальше. Пока гулял по берегу, камушки собирал. Вон что нашел. Бочки. Две штуки. И в них мука. Забираем. Так, а здесь удобрения. Ну, тоже неплохо. Муку-то можно продать пока что. Она нам не совсем нужна. И удобрения, в принципе. Ну, сейчас разберемся, как придем в деревушку. Сейчас разберемся. Так, добрел я, короче, до первой деревни. Пока шел, у нас там что-то прокачалось. Дерево технологий. И... А как узнать, что? Охотничий домик. Значит, каменное копье. Лук. О! О, точно надо прямо сейчас, короче, купить лук и каменные стрелы. Попробовать охотиться на какую... На каких-нибудь птиц. Птичий селок. Дровяной очаг. Пожарьте мясо или рыбу. Ну, у нас дома есть это все. Барсучья шкура. Ее на пол можно. А, так это был не енот, это был барсук. Ну, ничего страшного. Барсук-барсук. О, ой. Так, так, инвентарь. Мех. Так. Так это был енот или барсук? У меня никакой шкуры не появилось. Может, потому что я не купил технологию? Логично. Так, а в навыках у нас выживание добавилось. Один. Одно очко мы можем потратить. На что, на что, на что, на что? На 10% медленнее расход выносливости при движении. Да, однозначно. Или вот на 20% медленнее потери еды и питья. Кстати, можно было бы перекусить. Есть у нас овсяный рулет. 55, тут 68. Ну, ладно, сушеное мясо пока. И попить надо бы, надо бы попить. А, блин, так много всяких. О, цикорий, маргаритка, зверобой. Надо побольше, побольше этого всего набирать. Блин, я помню, как в Kingdom Come он дувальчики набирали пачками, чтобы прокачать навыки. Здесь что-то около того, то же самое. Дуванчики. Зверобой. Камышей-то сколько? Господи. Так, вода попить. И сразу зайти. На уток можно будет с лука поохотиться. Зверобой. Минус 20. Отравление. Полезная трава растет в дикой местности весной, летом и осенью. Помогает при отравлении. Пищу и для ремесла. Ясно. Маргаритка, что делает, используется для уменьшения чувства жажды. Весной и летом встречается в дикой местности. Можно употребить в пищу или использовать для создания предметов. На 40 секунд. Меньше расход воды. 25 процентов. Плюс 2 здоровья. Интересно. Адуванчики. Вид травы используется для замедления, потери выносливости. Весной и летом встречается в дикой местности. Можно употребить в пищу или для создания предметов. Плюс 3 здоровья. Меньше расход выносливости. Вот дрова пойду рубить. Как наемся одуванчиков. Поговорить с Доброньегой нам нужно. Блин, как много всяких интересных трав. А про цикорий я прочитал, да? Ага. Что у нас тут по магазинам? Вот это вообще что? Мезомир? Далибор? Что-то такое печальное. Живот болит или что? Ему 7 лет. Мне нужно бежать. Береги себя, мальчик. Мезомир. Здравствуй, незнакомец. Я брожу по долине уже некоторое время. Но я все еще ищу место, где бы поселиться. Что я могу сделать для вас? Слууушай. Я вот построю домик. Ты будешь отличным дровосеком. Небольшая беседа. А, у него можно спросить про новости. То же самое, что и у этого извозчика. А вот новая беседа, это че? Как прошел день, о чем думаешь? Не мог бы рассказать мне что-нибудь о своих навыках. Есть какие-то сложности у тебя? Я горячая голова. Я бы предпочел работать с тем, чему мне не нужно учиться вечно. Ну ладно, хорошо. На навыках что-то можешь рассказать? Я хорошо лажу с другими людьми. Иногда они слушают даже откровенный бред. Чем я и пользуюсь в своих интересах? Так, мне что-то писал в личку подписчик про то, что магазины появились. Вот не об этом ли тут речь? Возможно, из него получится плохой дровосек, но хороший продавец. Have a good day. Have a good day. Да, взаимненько, взаимненько. Так, магазины. А, он у нас отмечается здесь сверху, да? А, буретто. Или, а, буберто. Хуберто. Ой, эти ваши имена с этим вашим шрифтом непонятным. Добраньего. Посмотрите, если это D, то это H. Ой, как сложно. Так, Добраньего. Давай-ка поговорим с тобой. Здорово. Приятно познакомиться. Мне, значит, Сарасимир зовут. Что тебя привело ко мне? Мне сказал староста, что ты можешь меня накормить. Я давно нормально не ел. Ну, это ложь. Мы только что рулетик заточили. Или мяска. Ну, смотря, что вы называете нормальной едой, но я могу предложить вам что-нибудь тёплое и с начинкой. Звучит более чем потрясающе. О, овсянка. Так. Расскажите мне что-нибудь о себе. Угу. Откуда вы знаете моего мужа? Ну, рассказывать-то мне нечего. Собственно, я только что прибыл в эту долину в поисках своего дядюшки. Поэтому как-то так. Да, они с Юнигостом были друзьями. Я припоминаю сейчас, что слышал, что у него были такие же глаза, как у вас, сочувствуя ваши потери. Ну, спасибо, что ли. Так, тут это личная история. Судя по тому, что я слышал, многие люди поступали так, у меня было что-то особенного. Жёсткие ботинки, да. Свет включился. Отображение времени в игре есть, чтобы засечь, в какое время включается свет. Спасибо, что сказали. То, что мне нужно было услышать. Но не будем больше обо мне говорить. Какова ваша история? О, давайте послушаем историю Добраньеги, жены старосты. Она была частью бродячей группы трубодуров. Никогда не удавалось научиться играть на каком-либо инструменте, но неплохо пела. Солистка, значит, сам. Наши путешествия привели нас в долину, вскоре после смерти вашего дяди. Я до сих пор не помню, как впервые увидела Юнигоста. В его глазах было столько печали. А, это она до сих пор помнит, сколько печали у него было в глазах. Иордан был, то есть дядюшка нашего протеже, не просто другом старосты, он был его частью. Так. Шайка отбыла через несколько дней, до Броньега осталась, потому что в Юнигосте было что-то такое, что я просто знала ее место рядом с ним. Вы, наверное, заметили разницу в возрасте. По-моему, ему было 39 или 29. Нет, не совсем, если честно, я заметил. Что? Вы хотите сказать, что я выгляжу старухой? А почему я вообще не начинал намековывать? О, эти женщины, скипнуть диалог можно? Да. Вот эти вот их семейные разборки. Это, конечно, такое себе. Да ладно, не пытайся быть героем. Эх, мужчины, бла-бла-бла. Вот, вот это уже ближе к делу. В деревне есть фермер, его зовут Яра Гнева. Обычно он поставляет в таверну рожь, но я уже давно ничего от нее не получала. Мои запасы почти закончились, и вы даже не представляете, что тут начнется, когда у нас закончится пиво. Ну, сезон трезвости, очевидно. Считай, что дело сделано, найду твоего поставщика, и уже вечереет. Это хорошо, потому что у меня есть план-барабан проверить, как работает механика кражи здесь. История Юнигоста обновилась. Доставить Юнигост Овсяный Эль. О как. Подожди, вот... Ну-ка, сколько до бронеги? Что-то там она про разницу в возрасте такое интересное сказала. Ну-ка, покажи мне еще свои товары. Ты у нас торгуешь чем? Бутылками? Хмелем? Бурдюк с водой? А, ну все, все съестное, а ну все у нее. Испелая ягода с прошлого сезона. До свидания. Мне нужен продавец, у которого я могу купить либо зерно, либо что-нибудь около того. Ну-ка, Юнигост, ты где есть? Ага, Юнигост. Ну-ка, давай-ка поговорим. Подождите, как нужно вот бы факел бы добавить? Как мне его в руки-то взять? А, Ф, факел. Логично. Ну-ка. Ему полтос уже? Да ладно? Я думал, он молодой, там ему 40, там 30. Здорово. Короче, я вернулся с пивом. Действительно хорошо сделанная работа, но еще бы ты пиву не радовался. Мне было 25 лет, я жил в большом городе Элленберге, где родился. Можно сказать, что я ненавидел это место, но все же это был единственный дом, который я когда-либо знал. Может быть, когда-нибудь я расскажу вам об этом побольше, в любом случае, я был вынужден позаботиться о себе. Так и сделал. Делал единственное, что знал. Воровал. Так ты воритка! Наглый воритка! Да, я был вором и чертовски хорошим, если можно так сказать. Набивать карманы было моим хлебом с маслом. Ну, без икорки, что ли? Я мог бы украсть кусок стейка прям с вилки, и вы даже бы этого не заметили. Меня двигала не жадность, а простое выживание. Но я бы солгал, если бы сказал, что мне не нравился этот процесс. Ясно. Вороство по-прежнему считается преступлением. Вот именно, да, да, да. Я бы сказал, что вы захотите подождать и послушать еще немного, прежде чем бросить мне вызов. Давай, давай, продолжай. У нас был ежегодный фестиваль в Элленберге. Это всегда завлекало в город кучу посторонних. Вы можете себе представить, что изначально для человека моей профессии... А, вы можете себе представить, что это значило для человека моей профессии. Я мог сделать дневной заработок за считанные минуты. Тут и там я прихватил несколько монет, украшений, пару новых ботинок, а потом я увидел дворянина с привязанной к поясу сумкой с деньгами. По сути, она умоляла меня ее сорвать с него. Так. Он крался за ним в толпе. Как тысячу раз это сделать раньше... А потом бам. Что за бам? Поезд сделал бум, как в Калавдуте. А, папа, потом юнигоста отоварили по лицу. Я вам был потрясен. Ну, что неудивительно. Ну и что ты увидел потом? Улыбка, широко сияющая улыбка. Это был наш дядя Иордан. Замечательно. Он протянул ему руку и предложил выпить пиво. Серьезно? Вот такая история классная. То есть юнигост у нас воровал-воровал, наткнулся на дворянина с толстым кошельком, хотел отоварить у него сумочку. Дворянин ему дал оплеуху, дал руку, предложил попить пивка, и это был дядя нашего протеже. Интересные дела. Вот каким был Иордан. Видите ли, ваш дядя был невероятно умен, самый умный человек, которого когда-либо знал? Угу. Он видел мир, как никто другой. Угу. Действительно. Очевидно, даже несмотря на мою неудачу, я был тем, кто ближе всех подошел к тому, чтобы ограбить его. И ему это понравилось. И он пригласил его в банду, очевидно, да? Ну да. Слушайте, так размыто, юни-гост восхваляет дядю нашего Россимира, как будто он был не совсем другом. В общем, они посидели, пощелкали пивка в баре в Эленберге, где не гост родился. Иордан преподал ему небольшой урок. Угу. Так. Юни-госта понесло куда-то просто жуть. Буду откровенен, все это звучит как выдумка, причем не самое лучшее. Ага. 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 История такова, юни-гост познакомился с нашим, с дядей нашего Россимира, приняли его в шайку, он так прочувствовался своим новым другом, что даже теперь не знает, как бы всю эту историю приукрасить и рассказать. Спасибо большое, юни-гост, за историю. Пиво я тебе принес. Приду завтра. Ну как приду завтра, я отсюда уходить-то и не планировал. В общем-то, почему? Потому что вот тут вот у нас есть доски. Давайте-ка сохранимся. Оп. Один-два. Нормально. Присядем и нажмем на Е. Да? Оп. Украсть. Оп. Украсть. Факел достаем. Угу. Деревянная чаша. Это все не надо нам. Тут что-нибудь есть? Доски. Замечательно. Что у нас есть еще? Что можно? Ведро. Надеюсь, меня никто не видит. Солому что, берем? Да не солому, это полна. Подождите, солома. Вот это вот, где она у нас? А, да, это солома. Зачем воровать солому? Соломы так много. Охранники тут ходят, и посмотри на них. Сколько тут бревен? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. шесть бревен, нифига себе, целых два дерева, конечно, берем. А ну-ка, давай, иди-ка дальше. Ну, давай, 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 все, ее не отвлекай. Я спрячусь под покровом ночи. Ага. Блин, а у него есть, интересно, глаза на спине? А как они заскриптованы-то здесь? Так, присядем, оглядываемся, вроде никого нет. и все бревна по-быстрому. Ага. Что у нас есть в хлеву? Коровы. И они спят. Красивые. Здесь что? Ничего. Идем дальше. Опа. Вот тут вот какие-то контейнеры, которые не кликабельны. Здесь что? Стрелы. И еще одно ведро. И молоток. Деревянный молоток украсть, стрела. Ведро. Отлично. Бочка. Некликабельная. Ох. Я вообще ничего не делал. Я не знаю, что тут происходит. Отстань. Пошел куда-то в сторону. Сколько досок? Раз, два, три, четыре. Четыре доски. Ну-ка, присядем. Доска украсть. О! Репутация династии минус два. Че, он боковым взглядом увидел, да? Ну, это ничего страшного. Минус два, это не так уж прям, чтобы много. Тем более, украли там гораздо больше. Сколько досок? Еще три. О-о-о. Ну-ка, садимся. Украсть, украсть, украсть. Колесо можно украсть? Берем. Оба. Но для машины там надо четыре. А, здесь повозки средневековья. Да, двух достаточно. посуда, да? Глиняный кубок, кувшин. Блин, там вот этот парень, возможно, видит, да? Оп. Не увидел. Оп. Отлично. Есть там вот что-нибудь? По-любому же. Это что, курятник? Это склад какой-то, да? Вот тут молотки, ты погляди, у них тут... А, вот таким вот образом происходит наполнение полок и вешалок. Доски. Некликабельно все. И сундук пустой. Это, конечно, упущение большое, да? Ой, дровяник, тут же по-любому... А, некликабельно. Ну как, ну что такое? Ага. Бронзовый тампор. А ну-ка, сохранимся. Так, вырубаем факел, присаживаемся и... Оп! О, получилось! Теперь у меня есть бронзовый топор. Ветки не надо. Сумка. Сумка понадобится. Стебель льна. Пока тоже не особо. Ведро еще одно. Почему бы, собственно, и нет? Присаживаемся. Мотыга. Так, на меня никто не смотрит там, из окна случайно. Оп! Дубину берем. Сумку берем. Берем сумку. Опа! И вот здесь что-то лежало еще в ведро. Отлично! Просто продуктивный вечер у нас. Зверобой, зверобой. И корзинка плетеная. Собираем. Еще доски. И так далее. Железный нож. Оп. Простой факел тоже берем. Наш скоро кончится. Тут что? Сумка. Корзина. Так. Лопата деревянная. Да пока не надо. Солома тоже не надо. Да и вроде бы здесь как бы все. Идем, короче, строить костер. Здание. Нет. Мебель и декор. Костры. Костерок. И поблизости где-нибудь, где-нибудь, что-нибудь. А нужно подальше от дороги или открытое место обитания зверей Орлан Белохвост? И такое тут есть. Эта область занята слишком близко. Вот сейчас еще на диких животных бы наткнуться. Но вообще не очень. Насколько далеко-то надо отходить? Ну, уже, по-моему, достаточно. Чем? Кем эта область-то занята? Я уже в лесу. Опа. Олени. Ну, олени безобидные. Так. Разжигаем огонь. Спать пока не ложимся. Открываем инвентарь и смотрим, что мы тут. Так. Пять зверобоя. Из одежды ничего. Бронзовый топор. Стопроцентное состояние. Уже неплохо. Три ведра. Молоток. Дубина. Мотыга. Нож. Каменные стрелы. Пакел и две сумки. Шесть бревен и шестнадцать досок. Так нам теперь хватит на какую-нибудь постройку, типа крыши. Ложимся спать. Берем в руки молоток и уничтожаем это все, потому что мусорить нельзя. Переключаемся, идем обратно в деревню. Внутри. Пакет. Мой. Берем в руки молоток. Субтитры создавал DimaTorzok Нам же нужен в теории тот, кто торгует чем-то вроде семян Ну-ка покажи мне свои товары Что ты тут у нас продаешь? Мотыгу, серп, каменную, деревянную Понятно, сумка и мешочек Из одежды плоская шляпа и шляпа-брыль, ничего себе Из еды морковь, лук, ну такое Зерно пшеницы А вот, чтобы нам посадить льняное семя Я помню, за ним нужно было ходить очень далеко Нам же нужно делать тетиву, веревки, нитки Вот это все, одежду шить Саженцы Вишня, груша, слива, яблоки Ой, как много всего А удобрения почем? Цена 7,5 Ага Мне кажется, было бы неплохо Вот капуста, лук, морковь Ай, свекла пускай тоже будет Сразу посадить яблоньку надо А, 270, ничего себе А у меня вообще сколько денег-то? Я на сколько богат? 190 Так, сейчас проверим кое-что Мне нужно стопроцентное что-нибудь Сейчас, погоди А как тебя зовут? Эдвин, до свидания Смастерить Каменный нож Один Сейчас мы тут механику торговли-то разовьем Сейчас посмотрим, что тут к чему Ну-ка давай поговорим снова Товары показывай Сколько на продажу у тебя стоит каменный нож? 20 Так Ты у нас торгуешь семенами Есть у нас еще человек, который торгует провизией Добраньего Давай показывай товары Ты за сколько нож возьмешь? За 14 А, нет, за 20 Это вот уже попользованный за 14 Ну ладно, до свидания Ну-ка Где у нас тут скотоводы обитают? Собиэмир Показывай товары Каменный нож за 20 Короче Разницы-то очевидно нету Так Ведро простокваши Корм Навоз А из навоза уже делается удобрение, да? Крафтим Сколько мы можем сделать ножей? 44 штуки Запускаем Навык ремесло повысился И еще И еще раз ремесло повысилось Два раза, два уровня Открываем, смотрим Три очка добавилось Так Кузница Понятно Швейная Понятно Плюс 5% Больше опыта При готовке в кухне Но готовить-то мне придется Ежедневно Это однозначно Потому что до первой таверны Я так думаю далеко Где поселенцы автоматически будут готовить еду По крайней мере В моей голове Это так Я уж не знаю Что там С новыми патчами добавили Вот швейная лавка Выживать за счет одежды И купли-продажи Всяких там льняных и шерстяных материалов Вполне себе интересная идея Однако вот мастерская и кузница Там у нас и оружие и инструменты Насколько я помню Я увидел бронзовый топор Значит там какие-то слитки А это все через кузницу И опыта дается больше там Плюс опять же стрелы по-любому в кузнице Давайте берем короче вот сюда Изоляция стен для меньшего расхода дров Оптимизация поселения Неплохо Но по-моему они же выглядят нелепо С этой штукатуркой На 5% медленнее ломаются молотки Да это в общем-то не проблема Посмотрим здесь что будет Производство мастерской и кузницы На 10% быстрее Неплохо Вот сразу берем вот это вот Эй кончились значки Очки Строительство на 10% быстрее И этот навык Прораб на 5% меньше расход От выносливости во время строительства Было бы полезно Строить-то приходится Дополна Древо технологий Что открылось? Почему здесь нет значка? Мастерская и кухня открылась! Кухня это ремесленная постройка Работники готовят здесь Различные блюда Внутри есть каменная жаровня Котел и печь Ага Так подождите А я и не смогу ее построить Сейчас же лимит построек у меня будет, да? И у меня и до сих пор Амбара-то нет Житница это что? Склад продуктов, да Работники приносят сюда на хранение Собранное пищевое сырье И готовые продукты Угу Амбар тогда что? А, в амбаре они семена обрабатывают Ну, ясно, понятно Пошли-ка продавать Новое здание, мастерская Я это только что же посмотрел Угу Мастерская 1 Ага Продавец, продавец Ты что делаешь? А, ты повар Ммм Покажи мне свои товары Я же тебе могу продать муку У меня тут где-то была мука Продать Всю О, 15 монеток Неплохо Вполне себе А что из этого я еще могу тебе продать? Мне, допустим Пшеницы вот 4 штуки Совсем не надо При обмоле На гумне амбара Получают солому и зерно пшеницы Ну, пока что это без надобности Удобрения оставляем Мех это все оставляем Глина Цена 0,1 Так мало Но она нужна для производства По-любому Ммм Хочешь я тебе продам Овсяный эль Алкогольный напиток Готовится в пивоварне Понадобится пивная бутылка Плюс 15 алкоголь Плюс 30 вода Минус 2 отравления Плюс 2 пища А что, к настроению Он ничего не прибавляет, что ли? Да Так А все остальное я себе оставлю Все остальное Пока что А сколько у тебя денег? 774 Забирай ножи Угу А 74 От тебя нам больше ничего не нужно Где следующий продавец Оп Показывай свои товары Ведро простокваши А это все нам не интересно Деревянное копье А я могу продать это в другой деревне? Интересненько По-любому ж могу, да? Продаем Продаем Ножик пока оставляем Итого у нас полторы тысячи уже И я пошел в другую деревню До свидания Мне нужен парень, который здесь продает семена Он, видимо, внутри Кто ты? Эдлин Дай мне семян Срочно 10 семян льняных Обязательно дай мне Капусты штучек 10 Морковь Я думаю Было бы неплохо Свеклу И лук И у нас остается 945 Удобрения у него стоят По семь с половиной монет Ничего себе А где мне их украсть? Значит, я всего взял на 50 грядок, да? Значит, мне нужно 50 375 Думаю, неплохо В принципе, нормально До свидания Заходим в дерево технологий Смотрим Где же у нас тут Лук Покупаем лук однозначно И каменные стрелы Блин, барсучья шкура Так манящая Ну, наверное, пока что нет Мастерская Что мы можем сделать в мастерской? Ведро Деревянный флакон А тип инструмента Создается на верстаке Может использоваться Для создания Различных зелий На столе Травника В хижине травника А создается в мастерской Нужна одна доска Доска? Для флакона Нужна доска Даже не бревно А сколько мы получим Флаконов с одной доски? Что-то как-то Неравноценненько получается Так, а на кухне Ох, вот это точно Нам нужно исследовать Похлебка Для нее нужна капуста Для рагу нужна морковь Ага, уже 200 Для супа нужна свекла Еще и мясо с подливой Тоже с луком Каша размазня Что тут Рожь Овсянка Грибный суп Для этого всего Нужна деревянная чаша Ох, ладно Покупаем рецепт Деревянная чаша Которая делается Из одного бревна Надеюсь В нескольких Вариантах Так, в кухне Покупаем У нас вот тут Есть рецептик С капустой Угу Похлебка Плюс 30 Дает И плюс 10 Воды еще Однозначно Берем Суп Из свеклы Дает Плюс 35 Еще и Плюс 20 И цена У него 50 Ну это Прямо пушка А вот Мясо с подливой Из лука Я же еще что-то Покупал, да Вот это у нас что-то капуста Морковь, свекла Лук 40 стоит на продажу Ну так себе Яичница Болтуния На продажу Дешевая Мягкий нежирный творог До него нам еще Идти-идти Берем Суп Короче Супчиком будем Кормить наших поселенцев Все деньги потратил И что мне теперь делать Теперь нужно снова Что-то красть Чтобы продать Давайте-ка пойдем В следующую деревню Так А глубина у нас Водоемов осталась Такая же Судя по всему И наверное Только для этого И добавили навык Скорости передвижения В воде Или может ли Рыбалки А удочки появились Нам бы еще Перекусить бы Овсяночкой бы Вот Плюс 20 Она дает И сушеного Мяска Продукт Кончаются Надо уже Что-то Начинать готовить Ооо Он устает Еще сильно Ну красиво Однозначно Да Но Глубина Водоема Конечно Сомнительная Так Борова Интересные дела На ну-ка Тут у нас есть Продавец Кур Да Или что это Такое Инга Инга Которая торгует Курями Покажи мне Свой ассортимент Корм Навоз Перо Яйцо Ясно Все что связано С птицей До свидания Жена Найти Жену Это первый шаг К выживанию Вашей династии Ваша будущая Супруга Переедет в ваш дом И будет помогать вам В различных делах Однажды Она сможет Дать вам Наследника Но ничего Не дается легко Сначала вам Потребуется Завоевать Ее сердце Посмотрим Может быть Именно в этой деревне Мы найдем себе Жену Этот товарищ У нас Фалибор Ой Это Мастерская Такая Тут есть обозначение Блин А в нашей деревне Есть вывески А у вас тут нет Фух Не цивилизованные Фалибор Здорово Ну-ка Покажи мне Свои товары Факелы Простой факел Из одежды Ничего Потребляемое Ничего Ремесло И разное Из ремесла У него тут Глиняные флаконы Деревянные чаши К слову Да Ага Пивная бутылка Ясно Так Корзинки Декор И всякая Кухонная утварь А продать я тебе Вот это вот Не могу Да Так Надо подумать Ребятки Слишком сильно Затягивать серии Не хочу Наверное Если они будут Меньше часа Их будет Как-то комфортнее Удобнее смотреть Хочу вас попросить О небольшом фидбэке Написать в комменты Как вообще работает Тут Кража Ты Вся эта механика Система Интересная Потому что Только что я подошел К продавцу Продать краденые С соседней деревни Я не могу Может быть кто-то уже продавал Там может надо подождать Денек второй И так далее Обязательно Напишите в комменты Буду ждать Чтобы продать Награбленное Большое спасибо За просмотр Увидимся в новых сериях Всем вкусного чая И добра Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...